супер супер отлично ну я рад всех приветствовать рад всех видеть слышать читать сразу скажу о том что не стесняйтесь задавать вопросы в принципе можете задавать их даже по ходу моего выступления моей презентации я постараюсь на большинство из них ответить и вообще в целом я хотел бы чтобы мое выступление было формате диалога и я уверен что у вас есть какие-то вопросы на которые я возможно не отвечу по ходу своей презентации потому что у каждого из вас свой уникальный какой-то вопрос путь не знаю история скорее всего я знаю ответ на него но я могу не сказать об этом поэтому пишите не стесняйтесь с удовольствием отвечу помогу окей будем начинать меня зовут игорь головко многие меня называют и знают меня как скромный маркетолог это прозвище прицепилась ко мне я не знаю года два наверное назад может два с половиной на самом деле она отражает суть меня и суть моей деятельности единственное что хочу сказать что скромный я как человек но как маркетолог наши результаты мои результаты они сильно не скромные вот они очень классные очень крутые и многие компании многие владельцы бизнеса скажем так благодарны мне за это так друзья тут юля пишет что ничего не слышно скажите слышно меня нет слышно хорошо юля тогда тогда что то у вас наверное со звуком потому что ребята слышат хорошо поехали я являюсь владельцем агентства resort resort agency наша компания на рынке уже три с половиной года тут некоторые цифры в презентации будут немножко устаревшими я буду актуальные в принципе исправлять и говорить я семну мы сегодня с вами до поговорим на тему маркетинга в целом как я пришел к тому чтобы стать маркетологом как я пришел к тому чтобы стать владельцем диджитал агентство расскажу немножко свою историю и в целом наверное дам понимание того для чего нужен маркетинг как он помогает в принципе бизнесу и наверное наверное даже развитию нашей страны в целом и стоит ли вам обращать на это направление внимание и ну и собственно почему сразу да немножко актуальной темы так как сейчас карантин по идее вот вы все знаете мы должны были встречаться вживую но я сижу дома провожу вебинар для вас и вот маркетинг это как раз об этом диджитал как раз об этом о том что в любой точке планеты при любых обстоятельствах при любых каких-то катаклизмах проблемах эта профессия максимально актуальна и она не умирает так как например сейчас очень большие сложности у оффлайн бизнеса на сервисов услуг да даже магазинов до которые сейчас закрыты на карантин я общаюсь с собственниками ню действительно серьезные проблемы и эти проблемы на самом деле выльются в проблемы нашей страны в целом да я думаю что кто же это понимаете в падение нашей экономики рост курса доллара там и так далее и так далее но диджитал профессии они всегда актуальны ну конечно есть нюансы когда у нас могут выключить свет у нас могут отключить интернет и прочее прочее но я надеюсь что до такого не дойдет хорошо сразу скажу что мой путь в эту сферу и в эту профессию был достаточно длительным и я знаю что один из наверное самых частых вопросов которые мне задают на моих выступлениях на конференциях особенно ребята которые хотят только войти в эту профессию это как я к этому пришел да и всегда ли я знал что я буду маркетологом так вот я не всегда знал что я буду маркетологом на самом деле я даже не учился на маркетолога у меня нет образования в сфере маркетинга я по образованию инженер электронщик скажем я больше программист чем программист техник в цифровой какой-то среде чем маркетолог но какой-то позыв души что ли да какой-то произошел и мне эта тема понравилась я начал развиваться в этом развиваться самостоятельно на курсах книгах каналах youtube там и так далее и так далее и наверное самое важное на практике вот сразу да сразу такой лайфхак всегда когда ты хочешь начать чем-то заниматься но ты не знаешь чем заниматься тут проблема твоего скажем так кругозора да то есть ты не понимаешь чем заниматься потому что твой прошлый опыт твои знания они не позволяют тебе выбрать из того что было что-то интересное тебе то что было не нравится тебе хочется чего-то нового так вот чтобы понять чем ты хочешь заниматься тебе нужно много нового попробовать то есть вот самый первый лайф лайфхак пробуйте что-то новое всегда смотрите новые фильмы новые книги делайте то что никогда раньше не делали возможно устраивайтесь на работу на которую даже не думали что хотите этим заниматься просто пробуйте много всего разного и вот этот накопленный опыт чего-то нового новых событий он позволит вам выбрать что-то и полюбить что-то а если просто сидеть и думать типа я не знаю чем заниматься мне ничего не нравится ну на самом деле ничего и не произойдет какого-то озарение сверху не наступит не надейтесь на это я работал ладно я чуть дальше расскажу о своем опыте в двух словах скажу что поработал я на безумном количестве работ особенно там школьные годы в институтские я и семьи учителя инженера до классическая такая семья у меня не было там богатых родителей или какого-то очень крутого примера предпринимательства бизнеса и так далее у меня родители вообще далеки от этого но вот как-то так сложилось что у меня это получилось не не могу сказать что это супер успешный кейс да я знаю много ребят моих знакомых у которых намного лучше результаты есть куча бизнеса в украине в том числе которые на достигли огромных высот но хочу сказать что как ни странно но большинство этих людей отталкивались как раз таки одна да то есть у них в жизни что-то было сложно плохо что-то не нравилось был некий протест внутренний и они хотели что-то кому-то доказать возможно самому себе в общем то так было и у меня и я был обычным обычным студентом обычным школьником не я не был никаким лидером да я был общительный да я хорошо учился все как бы было были конечно периоды когда я забивал на учебу ну то есть все нормально я обычный человек но в какой-то момент я понял что я не хочу идти на наемную работу что я хочу делать что-то свое и работать на себя пусть даже без денег пусть даже у меня будет не получаться но по крайней мере это мой личный опыт мои личные достижения и вот я хотел ну наверное в первую очередь самому себе это доказать я работал и грузчиком и настраивал телекоммуникации я работал официантом я продавал прицепы стоял на трассе это еще в школьные годы там в десятом классе в общем много всего было окей поехали дальше я дальше расскажу немножко теперь о том что что есть сейчас да что есть на сегодняшний день я являюсь владельцем единственным владельцем агентства резарт я также являюсь управляющим этого агентства то есть я операционный директор и еще в третью очередь я еще и главный маркетолог в этом агентстве скажем так идейный вдохновитель агентство уже ну как я сказал да три с половиной года но весь мой опыт в управление студиями агентствами он уже шесть с половиной лет потому что до агентства резарт у меня было другое агентство которое занималось только разработкой созданием сайтов и и она существовала где-то три года там плюс минус месяц где-то три года также мое хобби мое увлечение я очень сильно интересуюсь методологиями геймификации в бизнесе это не совсем маркетинг но часть знаний из маркетинга я здесь применяю поэтому я вот постоянно внедряю в бизнеса наших клиентов какие-то системы геймификации геймификация это игровые процессы внутри либо внутри компании построение команды до построения коллектива вовлеченность коллектива в работу и так далее и также это внешняя геймификация когда бренд как-то взаимодействует с аудиторией то есть он не знаю участвует в опросах смотрят какие-то ролики сериалы подписки на youtube в instagram там и так далее всякие всякого рода методики вовлеченности людей вот написано что я автор двух методик на самом деле автор уже наверное 8 методик геймификации также я являюсь автором telegram канала он так и называется скромный маркетолог я прям сразу вам рекомендую на него подписаться действительно там нет никакой продажи там нет никакой воды там каждый день конкретные прикладные знания по маркетингу поэтому я уверен что вам всем прям будет очень интересно поэтому подписывайтесь можете просто в поиске написать скромный маркетолог либо по ссылке это т точками но telegram до слэш головку только на головку там не кей оси в конце ну я потом в конце еще дам ссылочку ну и да я начинающий инстаблогер начинающий уже наверное не начинающий уже все таки полутора лет наверное я этим активно занимаюсь поэтому тоже буду рад видеть вас друзьях всегда на связи никогда никого не игнорирую поэтому добавляйтесь в инстаграм будем общаться будете задавать вопросы вообще без проблем в инстаграме тоже можно меня найти как скромный маркетолог поэтому welcome окей поехали дальше теперь немножко бонусов призов ну я маркетолог я без этого не могу если вы друзья выложите у себя в инстаграм stories с вот этой трансляции этого вебинара отметить меня на этой stories то я вам обязательно пришлю в ответ подарки это список книг по маркетингу список книг по саморазвитию от меня лично да я приглашу вас на мой платный какой-то вебинар посмотрим какой это будет пока не могу сказать точно какая-то будет дата но на какой-то точно пришлю приглашение пришлю документ по ну точнее инструкцию по оформлению соц сетей и ну наверное самое главное приятное для вас я вас отмечу тоже в stories у меня там около 60 тысяч подписчиков по-моему что такое или 60 ладно 60 тысяч неважно вот я вас отмечу тоже stories возможно возможно на вас тоже кто-то подпишется да инстаграм вот мой инстаграм на следующем станет не на следующем вот мой инстаграм тоже головка но в серединке видите там нолик там не о а нолик то есть гол нолик висе о можете просто заскринить это name tag и сразу найдет окей я пропустил слайд не буду на нем сильно останавливаться там был перечень компаний с которыми мы работали мы работаем в основном с малым средним бизнесом потому что это мой некий принцип я хочу малому среднему бизнесу помогать развиваться кругу крупного бизнеса все окей у них все отлично у них тендеры у них в общем у них все хорошо у них свои штатные маркетологи штатные команды но несмотря на это у нас тоже были клиенты из крупного бизнеса это и лс вайкики и мазда и ало ну в общем многие крупные бренды были с мелкими средними я их даже перечислять не буду очень много у нас более я не знаю уже наверное по 2000 проектов за все это время прошли через нас поэтому очень много компаний с нами работали и также мне очень интересно работать с владельцами бизнеса с развивать раскачивать их личный бренд всячески помогать им создать ну как бы лицо компании что очень сильно сейчас наше время помогает бизнесу расти потому что люди сейчас хотят видеть лицо человека который стоит за бизнесом за брендом окей поехали теперь про профессию маркетолога про маркетинг я считаю этого скорее всего вы не найдете ни в одной книге это мое личное наблюдение мое личное мнение маркетолог это человек который в себе должен заключать четыре основных качества это аналитик психолог дизайнер и программист вот четыре человека должны соединиться в одном и тогда будет самый топовый самый крутой маркетолог понятно что таких скорее всего нет да вот в идеальном мире возможно они есть но в целом в нашем мире таких нет есть люди которые объединяют себе эти качества но у каждого какое то превышает доминирует то есть кто-то больше психолог кто-то больше дизайнер кто-то больше программист кто-то больше аналитик немножко объясню почему так маркетинг это такая наука да и такой вид деятельности в котором нельзя но у многих наверное мне кажется да у вас понимание того что такое маркетинг это либо считать цифры какие-то показатели формулы там бизнесе и так далее либо настройка рекламы либо какие-то креативы в рекламе вот вот как раз эти либо либо они объясняют мой подход потому что для того чтобы создать какую-то идею какой-то креатив настроить рекламу тебе нужно разбираться в людях тебе нужно понимать как действует компания как реагирует на это аудитория тебе нужно понять на какой портрет конкретного клиента ты нацелен поэтому ты должен быть отчасти психологом по поводу дизайнера естественно когда ты это все понимаешь тебе нужно что-то с креативе тебе нужен хороший вкус тебе нужно разбираться в трендах дизайна тебе нужно понимать какие креативы создавать как упаковывать бренд как создавать его стиль как создавать сайт и так далее так далее поэтому это тоже очень важно почему аналитик понятно потому что нужно считать цифры обязательно без этого вообще в принципе никак тебе нужно знать формулы там расчета роя тебе нужно знать формулы расчета там стоимости заявки ну и так далее и так далее потому что для бизнеса на самом деле впервые первоочередно важно чтобы маркетолог приносил результат результат только в цифрах вот все маркетологи которые просто креативят просто сейчас немножко отсылочка такая будет изменяют немножко логотип розетки это не совсем маркетинг ну это маркетинг но это очень очень маленькая его часть поэтому важны цифры важны показатели вот то насколько это изменение логотипа розетки повлияло на показатели розетки насколько у них снизились расходы на печать продукции насколько увеличились продажи насколько увеличился охват в принципе аудитории вот это важно вот эта розетка считает а не то как как они изменили этот логотип ну и программист программист это на самом деле важно наверное на первых больших этапах развития маркетолога но и в целом дальше потому что мы живем в диджитал мире потому что все сейчас цифровое программы приложение сервисы и так далее и вы должны разбираться в этом вы должны понимать какая программа какой сервис как работает вы должны понимать как создается сайт как он работает как функционирует и так далее так далее поэтому рекомендация до этого слайда развивайтесь всесторонне комплексно и вместе какие задачи решает маркетолог первая задача основная он управляет маркетинг отделом то есть командой которая работает вместе с маркетологом это и специалисты по настройке рекламы и дизайнеры и копирайтеры и креативщики и проект менеджеры и и программисты в том числе до в какой-то степени он разрабатывает креативные компании он занимается пиаром он создает в принципе стратегию концепцию дальнейшего развития бренда и ставит задачи всей команде анализирует рынок и аудиторию я об этом уже сказал обязательно этот пункт должен быть никогда ни в коем случае нельзя начинать никакую активную рекламную деятельность без понимания для кого она создается ну понятно что настраивает рекламные компании но опять же скорее это на первых этапах чуть дальше это уже делают специалисты по настройке рекламы но вначале если вы собираетесь стать маркетологом вам нужно научиться настраивать контекстную таргетированную рекламу как минимум доносит до клиента ценности и идеи бренда тут суть в чем с одной стороны задача маркетолога взять предложение уникальное предложение бизнеса так его упаковать чтобы оно было интересно в целом рынку всей аудитории с другой стороны тебе как маркетологу который работает на бизнес да то есть создает какое-то предложение какую-то стратегию тебе нужно донести уметь донести до собственника бизнеса свою идею потому что твоя идея может быть мега креативной но собственник ее просто не поймет и у вас будут конфликты я думаю что кто то из вас возможно уже сталкивался с фрилансом да с какой-то работой и вы понимаете что такое конфликт заказчиком вот задача маркетолога в том числе общаться уметь общаться уметь доносить свой посыл свою идею зажечь свои идеи собственника бизнеса чтобы он влюбился в эту идею и после этого вы вместе будете двигать массы ну и естественно проводит тестирование и улучшает все рекламные показатели по всем рекламным направлениям и каналам то есть задача маркетолога не заканчивается на том что он все проанализировал запустил рекламу и как бы все лапки свесил и больше ничего не делать его задача дальше следить за всеми показателями выявлять эффективные неэффективные закрывать неэффективные и больше давать упор и акцент на те которые работают ну тут немножко минутка юмора да как все понимают работу маркетолога предприниматели например думают что маркетологи это какие-то маги волшебники которые просто вот так вот одним щелчком пальцев сделают им в бизнесе деньги большинство людей думает что это какие-то шарлатаны какие-то не знаю болтуны какие-то ну в общем да какие-то непонятные люди которые непонятно чем занимаются что думают родители друзья это на самом деле правда у меня так и было особенно в начале это типа ты раздаешь листовки или ты там где-то стоишь в магазине рекламируешь какую-то продукцию там и так далее так далее что делает маркетолог на самом деле это на самом деле многорукий многоног ну как вы это уже поняли потому что потому что он занимается всем он и управляет командой он и и проводит анализ он и создает стратегию он и контролирует реализацию этого всего он и настраивает рекламу и проверяет креативы ну в общем очень очень много большой круг задач который выполняет маркетолог работа на самом деле очень интересная очень увлекательная со своими взлетами и падениями потому что не всегда твои идеи срабатывают это тоже нормально и это опыт но достаточно сложная достаточно сложная как эмоционально психологически так и в принципе физически потому что скажем так вот первые наверное два года вот в моем первом агентстве и где-то год уже в резарт я в принципе не не выходил даже на улицу то есть я засыпал с ноутбуком в постели до с открытым и просыпался сразу открывал ноутбук и продолжал работать естественно я не отдыхал нигде ну в общем это была работа 24 на 7 практически да там четыре часа сна поэтому будьте к этому готовы не думайте что это как бы цветочки бабочки и прочее прочее окей теперь про мою историю в начале еще со школьных лет где-то с девятого класса я начал работать на разного рода наемных работах которые никак не были связаны с маркетингом я уже говорил да я работал официантом работал продавцом прицепов я работал с из админом я настраивал телекоммуникации это был первый мой опыт первый этап было сложно было обидно мне не нравилось отношение людей ко мне владельцев бизнеса ко мне ну то есть это не то чтобы отношения это никакого отношения как бы не было такое тотальное неуважение просто винтик в большом механизме мне это не нравилось и но я ничего на тот момент я ничего с этим поделать не мог мне просто нужны были деньги мне нужен был опыт и я хотел быть независимым до от родителей поэтому я работал после этого я начал изучать немножко создание сайтов я прошел какие-то курсы просто бесплатно скачал на торренте не делайте так лучше проходить и платные курсы но на тот момент не так много было курсов на минуточку да мне 30 и это было вот уже наверное 11 назад наверное где-то так может даже 12 я прошел несколько курсов и начал что-то сам какие-то сайты создавать на wordpress и там что-то кодить немножко научился и начал фрилансе начал брать на фрилансе заказы делать какие-то простейшие сайтики тут я набрался очень достаточно большого опыта в общении с клиентами в коммуникации с ними в возражениях критики и так далее и так далее и в этот момент я просто для себя понял что создавать сайты это не совсем то что нужно заказчику то есть ну некий инсайт не пришел я понял что сайт это просто инструмент это то за счет чего они хотят получить свой результат своем бизнесе и я понял что им нужно чуть больше им нужен маркетолог им нужен человек который скажет тебе нужно делать вот это это и это в такой-то последовательности и это приведет тебя к каким-то результатам и сайт это только одна из точек один из пунктов вот этой всей стратегии поэтому я начал изучать маркетинг я начал читать книги начал смотреть какие-то фильмы в том числе художественные маркетинге продажах бизнесе в целом я начал смотреть youtube каналы маркетологов на тот момент это тоже было очень примитивно и слабо но в любом случае это были был опыт и были знания после чего я устроился маркетологом уже непосредственно маркетологом в компанию в канадскую компанию венка интернешнл это компания которая занималась систематизации крупных предприятий то есть они точнее систематизации автоматизации крупных предприятий то есть они внедряли digital технологии в какие-то большие заводы не знаю горнообогатительные комбинаты и так далее так далее вот я там работал маркетологом мои обязанности входило там абсолютно все я и сайт делал и отменил этот сайт и рекламу настраивал и какие-то идеи выдавал ну то есть это вот был комплексный такой подход такая школа боевая школа после чего где-то спустя два года наверно может два с половиной года эта компания прекратила свое существование ну точнее там была интересная история она не прекратила существование просто весь наш отдел вот все кто были в нашем отделе мы просто в одно время уволились по причинам того что нам предложили непонятно какие условия и вот после этого компания как бы умерла я понял что я хочу развиваться дальше в этом направлении и я под я из кремичуга до один момент я из кремичуга это полтавская область маленький промышленный город в котором особо перспектив никаких не было я это понимал но естественно у меня как у всех наверно ну у многих был страх и переезда в новый город я на самом деле по украине ездил достаточно часто мне очень нравилось просто вот выезжать куда-то где-то какие-то новые города а я смотрю ребята тоже есть кремичуга круто кремичугу привет и и и в киеве в том числе я бывал частенько но я боялся переезда потому что все новое у меня здесь друзья ну то есть держал какой-то ну что-то меня держало и и на тот момент возможно тоже кто то из вас из вас знает есть такой человек олесь тимофеев это владелец джинниус маркетинг лаборатория онлайн бизнеса вот есть такой проект который вот ежегодно они проводят и я за ним следил вот в интернете да то есть я смотрю я следил за его блогом он еще тогда писал просто статьи на своем блоге тогда еще на тот момент не было джинниус маркетинг он занимался сетевым маркетингом в тяндэ по моему компании но мне очень нравилось нравилось то что он говорит мне нравился его подход к жизни то есть я ну скажем так молодой человек из промышленного городка маленького он мой одногодка но при этом у него уже есть какой-то свой бизнес он говорит очень правильные очень умные вещи ну и он живет в киеве в какой-то момент у меня вот в голове щелкнуло и вот я прям до сих пор помню эту фразу которая прозвучала в голове я я себя спросил почему в моем окружении нет таких людей почему среди моих друзей нет людей с такими правильными мыслями идеями и подходом к жизни и я как-то себе вот отложила эту мысль и ну наверное пообещал что я буду стремиться к этому к тому чтобы вокруг меня были такие люди но тут же я понимал что чтобы вокруг меня были такие люди мне нужно стремиться стать как минимум там лучше да то есть стремиться к ним к их уровню тогда они хотя бы обратят на меня внимание и захотят со мной поговорить и в общем то так и произошло я продолжал дальше учиться развиваться параллельно этом немножко тоже фрилансил и я устроился к ним на работу джениус маркетинг уже там спустя какое-то время полгода наверное уже сформировалась эта компания у них была открыта вакансия специалиста по созданию сайтов и я к нему строился просто наемным сотрудником удаленно проработал я там ну вот три три с половиной где-то года за это время то есть я пришел на должность специалиста по созданию сайтов не было никакого не отдела не руководителя у меня никакого не было я просто был вот один человек который делал сайты спустя вот эти три с половиной года я скажем так взял на себя полностью ответственность за свой некий карьерный рост его как такового не было компания была стартапом то есть не было никакой там карьерной лестнице сформированы но я взял на себя ответственность и начал самостоятельно развивать команду сначала у меня появился там помощник потом у меня появилась там не знаю два человека три человека в подчинении в итоге до спустя три с половиной года когда вот я уже уходил оттуда у меня была студия джениус студия который в которой я был управляющим партнером то есть я уже стал партнером олеся у нас было разделение прибыли по моему направлению также и управлял всей этой студии и в команде уже было 62 человека и ну было в общем очень весело круто но я тоже не спал не ел и нигде не гулял особо в общем весь был в работе но я достиг определенных результатов уже тогда я начал немножко выступает немножко как-то передавать скажем так свой опыт который вот я накопил за там эти два года вот там там все это началось после того как я ушел из этой компании ушел по собственному желанию ушел по той же причине по которой я когда-то ушел из наемной работы я просто понял что я хочу работать на себя я хочу чтобы тот труд который я вкладываю те достижения которые я получаю чтобы они были моими до чтобы с одной стороны мне не нужна ничья помощь с другой стороны я готов скажем так принимать все риски да и и понимал что возможно у меня не будет тех показателей этих результатов которые были вместе с олесям да и женю с маркетинг в общем то так оно и произошло я ушел вот такой весь на позитиве на адреналине что вот я там выстроил команду из 60 человек все окей у меня там доход неплохой я думал что я справлюсь в одиночку на нет первый год было дико сложно я не учитывал очень много моментов это и бухгалтерия и отдел продаж которыми я не занимался и в принципе вдохновение команду управления команда это было сложно но как бы до через трудности через сложности я как-то справился было тяжело но я двигался вперед скажем так не умывал не опускал руки а я понимал к чему я иду и уже где-то на второй год резарт в общем то все стабилизировалось все было окей все было хорошо мы начали расти больше людей начинал я кстати с 5 человек как в команде то есть был я и еще пять специалистов сейчас нас уже там не знаю 20 может 21 человек у меня принцип к слову да тоже скажу у меня принцип ведения бизнеса не в количестве людей да вот есть такой стереотип что типа чем больше у тебя людей в команде тем у тебя круче бизнес на самом деле немножко это устаревшая модель сейчас модель которой я придерживаюсь это чем меньше у тебя людей в команде но чем больше прибыль компании тем намного это круче лучше и эффективней вот я придерживаюсь этого правила и в общем то пока все неплохо получается окей поехали дальше маркетинг это не только про продажи маркетинг это про поиск решений умение продвигать идеи в любой сфере вот есть картинка на слайде где выстроена очередь за соком с витамином c тут важно учесть не только тот факт что если у тебя есть какое-то уникальное предложение да в данном случае с витамином c хотя по сути это сок скорее всего такой но не скорее всего он такой же потому что в принципе сок он любой с витамином c ну практически любой тут вопрос в том что психология людей такая что если ты подходишь к двум стойкам или двум кассам и к одной из них стоит очередь а к другой никого нет то скорее всего ты станешь в очередь это просто какой-то стадный инстинкт это на уровне психологии работает и и вот именно по этому принципу выходят бренды на какие-то высокие уровни высокие показатели то есть когда о каком-то бренде начинает как можно больше людей говорить все остальные просто подтягиваются чаще никто не оценивает этот бренд а просто вот ну стадный инстинкт типа всем нравится и каждый человек начинает мыслить формате блин но если это всем нравится наверное я поищу что-то хорошее в этом бренде и и находят да то есть можно смотреть на один и тот же бренд и думать негативно да что типа да вот у них там сервис плохой да вот не вкус плохой или еще что-то а можно смотреть позитивно ну давай-ка я по распробую этот вкус может он мне не нравится но может эта проблема во мне да так как всем нравится мнение вот примерно по такому принципу работает весь маркетинг то есть ваша задача сначала зацепить нужную аудиторию которая максимально максимально важно получить какое-то решение да то есть вот своим уникальным предложением которые вы создали в компании донести это до той аудитории которая ждет этого уникального предложения скорее всего в начале это маленькая группа людей потом за этими людьми начнут подтягиваться остальные да вот тот тот самый стадный инстинкт и важно просто подогревать этот интерес дальше и дальше как обучаться чтобы стать маркетологом никакой супер секретной таблетки нет я говорю как учился я я читал книги это самое первое я читал очень много книги по маркетингу и по бизнесу я смотрел youtube каналы всевозможные разные даже те которые мне не особо нравились то есть я просто смотрел потому что я понимал что это на это нужно это важно я смотрел за наблюдал за брендами обязательно потому что маркетинг он на самом деле везде он он нас окружает просто повсюду поэтому смотрите что делают компании смотрите что делают я не знаю цитрус алло новус сельпо вот любые бренды которые новая почта который существует вот смотрите что они делают и вот то что они делают это и есть маркетинг просто смотрите чуть глубже да не на вот как я приводил пример с логотипом смотрите не на логотип как они его изменили а смотрите на то что произошло с компанией для чего они изменили этот логотип ну немножко до раскрою там карты во первых они сильно я не скажу во сколько раз но сильно сократили расходы на производство потому что их логотип стал проще и они его теперь печатают просто черной краской на коробках они цветной и он не объемный а плоский это сократило просто колоссально расходы на производство плюс новый тренд да то есть в принципе тренд дизайна пришел к тому что плоский дизайн то есть эмоции больше сейчас у людей вызывает этот новый логотип и третий момент это обычная мобильная оптимизация то есть чем проще дизайн чем проще логотип тем быстрее загружается сайт тем удобнее пользоваться ничего не отвлекает ну и так далее так далее поэтому следите за тем что делают компании пытайтесь понять почему они это делают ну и профильные курсы по поводу курсов скажу честно что я долгое время не особо проходил курсы то есть я где-то что-то скачивал где-то что-то проходил возможно даже какие-то демо версии проходил но платных курсов я честно говоря долгое время не проходил я начал это делать только уже с момента ну когда уже какие деньги начал зарабатывать да я понял что это нужно это важно начал проходить курс по поводу того какие курсы проходить сразу вот до предвещая ваши вопросы я не буду рекомендовать вам никаких курсов потому что плюс минус они все хорошие плюс минус они все полезные просто у каждого свой подход и выбирайте ну не знаю по отзывам выбирайте по опять же тому что более популярно что рекомендуют ваши друзья знакомые честно скажу ну я я лично из курсов которые есть сейчас на рынке не проходил ни одного украинские я имею ввиду во первых потому что большинство из скажем так основателей и преподавателей этих курсов я знаю лично и я знаю их подходы я знаю как они работают я в принципе общаюсь с ними поэтому но это мне не особо поможет ну плюс наверное уже есть какой-то опыт и вряд ли что-то интересное там найду но для вас да если вы новичок обязательно проходите курсы можете даже несколько пройти и это все равно будет в плюс в любом случае в каждом курсе вы для себя найдете что-то полезное пусть не все но что-то полезное найдете и благодаря вот этому маленькому кусочку полезному вы прям можете ну скажем так сформировать себя создать себя окей окей поехали дальше почему но это такая некая философская тема почему именно маркетинг в начале маркетинг для меня был просто чем-то интересным то есть мне просто было интересно закопаться изучить это все как-то узнать почему это все так работает плюс понятно деньги заработать денег сейчас со временем я понял что я работаю с владельцами бизнеса и я понял что моя деятельность она реально помогает бизнесом расти она помогает кому-то она помогает не обанкротиться кому-то она помогает вырасти в несколько раз кому-то просто помогает организовать свою работу организовать свою команду и я просто для себя понял что я должен помогать бизнесу вообще в целом у меня я когда-то проходил еще психологии по психологии курс по эмоциональному интеллекту и у меня одна из основных моих внутренних ценностей это помощь людям вот она просто есть во мне да там с детства и вот я как-то сложил да скомпоновал это что я хочу помогать людям через маркетинг а через маркетинг я могу помогать владельцам бизнеса соответственно вот некая миссия моя да это помогать владельцам бизнеса растить их бизнес в целях роста экономики нашей страны вот примерно как то так можно сформулировать мою миссию это почему я занимаюсь этим делом почему каждый день просыпаясь я хочу этим заниматься до меня это драйвит зажигает там и так далее ну несколько цифр до нашем агентстве я уже говорил да что у нас там 20 21 человек в команде проектов брендов из немножко неправильно это из европы и сша только проектов больше 50 сейчас наверное уже больше 70 мы работаем по всему миру в целом мы сфокусированы на украину в основном но рекомендации до нас они доходят и до зарубежных стран поэтому из-за рубежа к нам тоже приходят клиенты и мы с ними работаем и это мега интересно да вот просто просто поделиться эмоциями впечатлениями это очень круто когда к тебе приходит какая-то транспортная компания из сша из из канады и достаточно крупная транспортная компания ну не может быть не формата там новой почты как у нас но чуть поменьше но блин они приходят к нам в resort и заказывают у нас развитие своего маркетинга это очень круто ну то есть ты общаешься с этими людьми ты понимаешь насколько в каких-то вещах в бизнесе особенно мы отстаем от них ты у них учишься ну просто это колоссальный опыт это очень круто и вообще ты себя чувствуешь ну я не знаю просто на на крыльях счастья потому что такие компании к тебе обращаются пять вещей которые меня вдохновляют в работе маркетолога первое это то о чем я уже сказал да это помогать развиваться предпринимательству в украине второе это команда я просто обожаю свою команду у меня нет текучки кадров слава богу что я нет все каждый человек на своем месте каждый человек понимает свой вклад в наше общее дело и каждый понимает куда мы идем к чему мы стремимся и вот эта командная работа в команде ну гениев правда гениев каждого своей сфере это очень круто это ну просто x100 к развитию твоему личному потому что ты пообщался с крутым дизайнером который всю жизнь этому посвятил и ты просто стал круче в дизайне ты пообщался с копирайтером ты понял как нужно писать контент ты пообщался с программистом ты чуть ли не научился верстать сайты ну там и так далее и так далее это очень круто это сбор идей это вот эти брейнштормы которые у нас происходят но мне не описать словами это вот ни одна книга там ни один курс не заменит этого это живой такой общий ум и интеллект в котором зарождаются какие-то новые идеи новые креативы это просто космически круто дальше это некая самореализация да то есть перспектива создавать какие-то тренды да то есть ты что-то создал и это подхватывает рынок это всем нравится там твои конкуренты начинают это использовать клиенты начинают этого требовать то есть никто не знал об этом ну например как айфон не знаю сколько вам лет да но как бы я пережил создание айфона у меня был самый первый айфон 2g и до того как появился айфон 1 в принципе он никому не нужен был то есть не было запросов у рынка у потребителя в телефоне который можно тыкать пальцем до этого все телефоны были со стилусами и всем было мега удобно все ну как бы все было окей но потом некий стив джобс вышел и сказал зачем вам эта палка тыкайте пальцами и было очень много людей которые не понимали зачем это нужно ну палец толстый дает как бы как можно тыкать стилус тоненький удобно все можно делать то есть этот человек задал тренд ну и вы все знаете к чему это привело сейчас вот точно так же и мне интересно задавать тренды конечно это тренды не уровня стива джобса но какие то тоже мы применяем например один из них чтобы не быть голословным да это маркетинг системы вот я сформировал такую концепцию которая называется маркетинг система не буду сейчас сильно рассказывает что это но уже вижу что спустя там полгода уже многие наши конкуренты начинают у себя в контенте в каких-то предложениях использовать это словосочетание которого не существовало до этого в принципе то есть вот если загуглить маркетинг-система до того как вот мы ее начали использовать этого вообще не было то есть не было такого продукта что окей возможность общаться с интересными успешными людьми но я об этом тоже уже много говорил это как команда так и владельцы бизнеса так и зарубежные клиенты это просто расширяет сознание и ты набираешься колоссального опыта других людей которые успешны которые тоже прошли какой-то свой путь и набор этих success stories да у тебя в голове просто зашкаливает и соответственно просто продвигать классные полезные бренды продукты и людей на рынок это тоже вдохновляет потому что на самом деле на рынке очень много скажем так недобросовестных некачественных предпринимателей и продуктов которые занимаются просто там купи продай или какой-то китайский некачественный продукт пытаются впарить мы с такими стараемся не работать я не люблю такой подход бизнесу а мне очень нравятся вот такие не ограненные алмазы до находить среди предпринимателей и продуктов и вот делать эту огранку благодаря маркетингу и вот давать это рынку чтобы рынок действительно потреблял но какие-то качественные полезные продукты окей так у нас уже там по времени подходит да я сейчас немножко ускорить вашем возрасте я был очень далек от маркетинга да на самом деле это так я никогда не думал что я стану маркетологом даже вот ни малейшей мысли не было я долгое время вообще в принципе не понимал чем я хочу заниматься когда я пошел университет честно скажу я пошел туда потому что мне сказали родители то есть ну я хотел пойти в университет но я не знал на какую специальности кем я хочу быть родители сказали вот там компьютерная инженерия иди туда это перспективная и все хорошо и я как бы такой ладно окей хорошо и вплоть до практически окончания универа где-то до до четвертого курса точно я не понимал и не представлял чем я буду заниматься в этот период я начинал уже какие-то свои бизнесы попытки были своего бизнеса у меня был интернет-магазин аудиотехники я как это перепродавал до компьютерную технику то есть в кременчуге я был типа дилером компьютерной техники у меня там все мои знакомые и покупали и так далее да в астроградского я учился и короче я не понимал что я буду маркетологом это пришло просто само собой от каких-то моих внутренних побуждений но я уже рассказал историю я думаю вы понимаете из каких мне нужно было вырваться из кременчуга мне нужно было доказать себе что я могу что-то больше и мне нужно было общение с людьми которые намного круче чем я вот наверное это три ключевых фактора которые меня двинули вперед и благодаря которым я попробовал что-то новое в частности маркетинг и в общем то я влюбился в это и понял что этим я хочу заниматься и дальше окей рекомендации 8 книг которые нужно обязательно прочитать эти книги косвенно связаны с маркетингом но в целом это книги которые ну на мой взгляд меняют сознание ну по крайней мере мое в свое время они изменили эта история илона маска это думаю богатей наверное кстати самая сильная книга которая изменила мое сознание где-то еще в одиннадцатом классе наверно от хорошего к великому как очень карнеги да это я просто выделил как приобретать друзей оказывать влияние на людей но на самом деле там трехтомник если не ошибаюсь в общем карнеги тоже почитайте очень круто по психологии психология убеждения история стива джобса богатый папа бедный папа и монах который продал свой феррари вот это топ книг которые изменили мое сознание изменили меня и изменили сильно мою жизнь поэтому и рекомендую три привычки которые помогут вам быть номер один в любой сфере это применимо не только к маркетингу это вообще в принципе мои какие-то ну скажем так рекомендации возможно первое не пытайтесь закрывать глаза на сложности сложно всем страшно всем как блин я не знаю 15-летнему парню так и 50-летнему взрослому там мужчине как не знаю сотруднику заправки так и какому-то успешному предпринимателю не знаю владельцу розетки или новой почты всем сложно всем страшно главное что отличает вот этих людей да это то что несмотря на то что сложно страшно непонятно они делают шаг вперед делают шаг в эту неизвестность то есть они пытаются преодолеть этот страх и решить как-то эту проблему не получается не получается десять раз не получается на 11 получится поэтому не отворачивайтесь от возможностей не пугайтесь каких-то проблем действуйте второе думать положительном ключе использовать возможности это тоже ключевой фактор который я для себя когда-то понял и он действительно изменил меня потому что у нас на самом деле в целом но люди достаточно негативно вот всегда там смотрим какой-то сериал типа да вот там это повторялось уже или там типа да этот фильм там типа ерунда у него там рейтинг плохой или там до актеры плохо но в общем вот всегда хочется что-то покритиковать что-то вот не нравится что-то не так там то сервис какой-то плохой то там официант плохо обслужил в общем все не так все не то вот постарайтесь избавиться от этих от этой критики в сторону всего что вас окружает и постарайтесь видеть только хорошее вот даже в плохом всегда можно увидеть хорошее и полезное для себя то есть это будет маленькая маленькая частичка вы попробуйте увидеть эту маленькую частичку которую применить к себе и к своей жизни и ну реально через там полгода вы поймете насколько вы изменились в принципе как человек насколько вам вы более счастливый более открытые к вам люди тянутся вам легко общаться вам легко не знаю устраиваться на работу находить общий язык с коллегами и так далее так далее поэтому думайте в положительном ключе и третье но это просто мой внутренний принцип да это быть открытым и честным перед собой командой другими людьми родителями и друзьями неважно перед кем мое мнение что вот открытость честность это ключевые факторы маркетолог применимо теперь да к нашей теме маркетолог который пытается обмануть свою аудиторию очень плохой маркетолог у нас к сожалению таких достаточно и как бы ты не упаковал какашку она как бы останется какашкой поэтому никого никогда не пытайтесь обмануть даже если что-то не получается лучше сказать честно прямо и ну скажем так уважение в первую очередь самому себе будет намного больше уверенности в себе будет намного больше и уважение людей окружающих вас будет намного больше окей ваш главный актив этот целеустремленность и умение не сдаваться в сложных ситуациях я об этом уже тоже косвенно сказал всегда пытайтесь выйти из своей зоны комфорта я прекрасно знаю что это такое я прекрасно проходил это очень очень много раз и продолжаю проходить всегда есть какое-то тепленькое местечко да где тебе хорошо вот всегда лень выйти лишний раз там пробежаться по набережной всегда лень сходить на тренировку всегда лень лишний раз нам поехать куда-то выступить лень пообщаться с кем-нибудь из команды кто ты чувствуешь немножко просел на то есть нужно поговорить с этим человеком всегда это ну как бы и лень с одной стороны и с другой стороны ну какие-то сложности да какие-то дискомфорт дискомфорт который ты понимаешь что ты сам идешь на этот дискомфорт и тебе не хочется туда идти тебе хочется сидеть смотреть сериальчик там не знаю кому-то там пить пивко с чипсами это это понятно проверено стандартно дали пойти заниматься какими-то своими стандартными делами но старайтесь всегда все-таки идти вот вопреки да то есть там где дискомфортно там на самом деле ваш рост вот всегда где темно страшно непонятно дискомфортно вот всегда за этой чертой ваш личный рост вот чем чаще вы будете перед перешагивать через эту черту тем сильнее быстрее вы будете расти как личность фух все друзья это на самом деле все что я хотел вам сказать все чем я хотел поделиться я надеюсь что это было полезно возможно какой-то мой опыт часть моего опыта вы примите себе еще раз напомню подписывайтесь вот на слайде да на мой телеграм-канал обязательно полезно прям реально полезно подписывайтесь на мой инстаграм будем дружить пишите мне задавайте вопросы отмечаете меня да как я просил уже в начале и не бойтесь сложностей да не бойтесь сложности всегда идите где темно сыро и страшно и точно станете сильнее все друзья был рад выступить перед вами спасибо огромное за внимание мне реально было приятно все всем спасибо всем пока